Брестский областной центр медицинской реабилитации для детей с психоневрологическими заболеваниями Тонус свою работу в период пандемии не прекращал ни на день. В их деле, деле оказания комплексной медицинской помощи для восстановления, важна системность и регулярность. Программа была частично скорректирована, однако это нисколько не отразилось на качестве процесса. Ни один ребенок не был обделен вниманием и заботой. Подготовку к новогодним и рождественским праздникам медперсоналы и сотрудники начали давно. А еще в качестве элемента реабилитации и адаптации используют стилизованные оформления и рождественские песни, чтобы атмосфера сказки и чудес вошла в душу и детей, и родителей. Объективные причины так складываются, что мы просто не можем работать в том же объеме. Например, сейчас отменили групповые педагогические процедуры, для того, чтобы не собирать большое количество людей вместе. Пришлось сотрудников развести по сменам. И не совсем, не всегда это удобно нашим пациентам, потому что приходится где-то приходить, может быть, слишком поздно или слишком рано. Но так складываются обстоятельства, чтобы они не контактировали в одном помещении вместе. Именно поэтому на вооружении только передовые разработки и современные технологии, которые уже доказали свою эффективность. Сегодня процесс частично роботизирован. Под чутким руководством реабилитологов дети и подростки восстанавливают утраченные навыки. Например, правильные ходьбы, потерянные вследствие разных причин. Роботизированный аппарат, локомат, он применяется для лечения как взрослых, так и детей. И его основная функция – это создать правильный стереотип ходьбы. Работа по реабилитации ведется в нескольких направлениях. Одно из самых перспективных сегодня – раннее вмешательство. Услуги программы направлены на то, чтобы дети с нарушениями в развитии могли научиться всем основным навыкам, которые любой ребенок осваивает в течение первых трех лет жизни. Эффекты такой реабилитации ощутимы. Мы стараемся развивать вот это направление более активно, потому что реабилитационный потенциал детей именно до трех лет самый высокий. Поэтому центр раннего вмешательства, который у нас работает, он развивается, функционирует, и вообще система раннего вмешательства и в области, и в стране развивается очень активно. 70% детей с нашей основной патологией к пяти годам формируют ходьбу самостоятельно. Это вот конкретный результат. Мы проводили исследования у нас на базе нашего центра. В рамках этого исследования мы исследовали большое количество, 500 человек у нас было. И мы с уверенностью можем сказать, что вот в среднем вот такая цифра при однородной патологии, она дает вот такой результат, именно та методика, которая применяется у нас. На всех этапах идет комплексное взаимодействие, особенно если это касается маленьких детей, которые познают мир посредством тактильных элементов цвета, запаха, мышечной памяти. Поэтому и кабинеты оборудованы всегда многопрофильно. Здесь есть и сенсорные дорожки, здесь есть модули, которые нам совсем недавно закупили. Вот это вот как кабинет совы, такая комнатка совы. Здесь дети, мы работаем и на руки, и на мышление, и на внимание. Вот у меня там ребенок сидит уже работает. Очень часто работаем для развития захвата, мелкой моторики. И мы начинаем помогать детям от трех месяцев до 18 лет. И очень интересно, особенно когда ты ведешь ребенка с трех месяцев, и он выходит у тебя в 18 лет, и ты понимаешь, что ребенок пошел в жизнь. Он пошел куда-то либо работать, либо с мамой, под контролем мамы, какой-то другой специализированный центр. Новый год – это пара чудес. И хочется верить, что в праздник сбудется самое заветное желание каждого из этих малышей. Поддержку, веру и силы обретут родители, чтобы суметь противостоять недугу и дать шанс своему маленькому крохе взглянуть на этот мир через призму мышления здорового человека. Пусть будет так. Нашим деткам поправляться, чтобы мы побольше помогали, чтобы не было каких-то препятствий для развития, для становления. Будем стараться сделать так, чтобы по максимуму у вас было все хорошо. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дорт Букунович, Александр Васильевский, телекомпания БУК-ТВ.